Скажите, Мурат, а у вас есть разрешение на эту парковку какую-нибудь? А сейчас есть? Ну, вы время видели. Но вообще есть или нет? Или может быть нету? Просто вы знаете, вы видели их сами, нет? А, то есть непонятно. А, понял, понятно. То есть вы сами точно не уверены, да? Понятно. Просто ставите иногда вот эти вот конусы, но не уверены, что есть или нет, что-то какие-то документы, правильно? Документы все есть. Но вы сами видели? Недавно узнавали. А, конкретно. Прям видели непосредственно документы на вот этот участок земельный и на тот? Или как? Там прямо расчерчено все, вы видели сами? Да, документ этот, не могу сказать, что я видела. Я его не знаю. Но у бухгалтери, с которой документы есть, парковка наша и документы на аренду земли. Понятно. Для в аренде. Это просто бухгалтерия так ответила, да? Ну, то, что в аренде и все. Понятно. Ну, это правильно. Не ваша обязанность, наверное, смотреть, есть ли документы или нет. Этот разговор в дальнейшем бессмысленный. Ты пойди, пожалуйста, к знаку. Обрати внимание на этот знак. А, общедоступная парковка там, да? Нет, нет, нет. Пойди, пожалуйста. Да, сейчас посмотрю. Вот потратили минуты, посмотрите. Да, что там за знак? Ты поймешь, что это рядовой спорта. А, понятно. Да. А с той стороны нет никаких знаков, вот мы видим. Только с этой. Ну, это стандартно, да, понятно. Типа, такой же стоял у ВГТРК. То есть, это не парковка. И, соответственно, если не парковка и оформлено не как стоянка, то есть, загораживать ничем нельзя. Особенно, конечно. К тому же параллельно можно стоять, только в один ряд. Да, только параллельно. Знака П нет. Незаконно. Возможно, даже сами сделали это. Конечно. Благоустройство, да, можно так сказать. Понятно, надо разбираться с этим вопросом. Ну, а что с конусом делаем? Пока уберем тогда с проезжей части, да? Давай я подниму, беру. А, давай их попросим, да. Давай. Не будем пока, наверное, забирать на первое время. Пусть уберут, да. Да, давай. Где парковщик? Скажите, а вот эти конусы вообще ваши вот, которые вам принадлежат? Ну, в смысле, которые вы вставляете? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот конусы вам принадлежат? Ну, не вам, а вот просто, может быть, организации. Мурат, не подскажете вот эти три? Вы будете снимать вот такие умники? Пожалуйста, конечно, имейте право. Вы и так нас снимаете, тут камер куча. Вы вместе. Просто можете. На каких основаниях вы вообще меня снимаете? Молодой человек. Только глаза не светите, я вам не свечу. Выключите фонарик, пожалуйста. Я вот хочу с фонариком. Как, да? Ну ладно. Я хочу. На каком основании вы меня вообще снимаете? Я вам лично не разрешал. Смотри, какая ситуация. Вам не разрешал вести съемку, чтобы вы меня снимали. Молодой человек. Я журналист, я же представился. Ну, вы представите, как основание. Я говорю, я журналист. Заверемие, то, что да, вы меня можете снимать. Ну, то, что я выполняю свою работу, да. Ну, у вас какое-то предписание должно быть. Давайте за съемку пока прекратим. Бессмысленный разговор. Вот я тоже хочу вас поснимать. Да, поснимайте, пожалуйста. Вот так будем. Друг друг с фонариком снимем. Давайте с конусами решим вопрос. Уберите их, пожалуйста. Прохни конус. До выяснения. А, это не ваши? Оранжевые такие. Не ваши? Нет. А, все. Спасибо. Мы поняли. Да, сейчас сдадим просто полиции и все. Или не заберут. Ну, да. Давай там собираем. Потому что статья 12. Роман, собираем конусы. Это не их, они сказали. Это не их, они сказали. Конусы можно собирать. Не им принадлежат. Собираем полицию, несем. Давайте вот с этого иначе. Полиция подойдет. Она не хочет подойдет. Раз не их, понесли в полицию сдавать. Да, че. А вы сказали? По нескольку конусов распределим сейчас. Все. Ну, нам признали, что конусы не их. Мы спросили. Вот. Убрали с парковки. С той стороны машины нет конусов. А, сейчас посмотрю. Сказали, что не их. В принципе, поэтому забираем. Здесь нет, здесь чисто. Роман, подождите. Димур же сказал, что это не ваши конусы. Так я же говорю, пусть полиция приедет и разбирается. Зачем? Зачем вы переживаете? Смотрите, когда... Вы зачем собираем? А, нет, давайте по-другому вопрос поставить. Вы пойдете, там поговорите. А вот мы с Романом поговорили. Он же директор, он представился, правильно? Давайте еще раз. Просто я узнавал, он говорит, нет, не мои, пожалуйста. Че? Я как бы послушал. Да. Так, ну вы же признали, что это не ваши, правильно, конусы? То есть... Ну, ко мне не приставлю, иди отсюда, мол. А вы сказали, вроде, директора вы. А, мы идем дальше гуляем. А, все. Ладно, все, до свидания. Всего доброго. Не обладайте. Все, Роман, я поговорил. Он сказал, гуляйте, когда хотите, идите. Это не мои конусы. Все. То есть вы отношения не метеете? Сразу нападать, что в скандале. Все, пошли, забираем, что. Не конусы сказали. Так, Роман уже пошел. Понес конус. Вот так. Сейчас эти заберем. Все, теперь каждый может вставить машину. Потому что... Все, полицию, да, конечно, тем же отвезем этим. И все. Поехали. Поехали. Вот так вот. Правильное решение принял. Андрей. Кто? Андрей принял правильное решение. Правильное решение. Абсолютно. Приедем в полицию, сдаем. Экономим время. Освобождаем порковку для граждан. И надо, чтобы акту ДС по этому знаку поставить. Обязательно. И по порковке. Хоть он и не... Да. Огласен. Среди на дерево. Так, идем. Полицию сдавать. Конусы. Вот такие, да. Вот так. Было принято решение забрать. Потому что дали ДПС инспекторов три с половиной часа. Всему должно быть предел. И поэтому просто забрали. Они не нашли никаких документов. Сдадим. Ну, а там дальше будет видно, что будет. Какое будет решение принято. Еще видео покажем, как парковщик выставлял конусы эти на парковку. Так, около УВД. Пришли инспекторы здесь. Стоят те же самые. Ждали полицию долго. А, это другие, наверное, уже не те же самые. Прямо перед полицией, да? Прямо перед полицией. Вот так, правильно. Все правильно. Другой экипаж? Да не важно. А, ну да. 16.90 номер. Сейчас обратимся. Один, кстати, без жилетки. Но это надолго. А второго запустим. А, вон, жилетку одевает. А второго сейчас попросим убирать таксистов, да? Здравствуйте. А сегодня мы не в полном составе. Здравствуйте. Соскучились, по-моему. Хватит нам месток. И вам хватит. А, вот, это хорошие сотрудники. Да, здрасте. Здрасте. У нас, к сожалению, мало времени. Мы за три с половиной часа промокли до нитки. Так и никто не приехал, к сожалению. Никто не приехал. Кто обещал приехать? Сотрудники. Сотрудники. Самое главное. Ну, ДПС. Вот надо вот это сейчас составить акт. Как на код. Ну, надо поинтересоваться, кто же дал, мол, обещал приехать. И все. А, вот даже вот перед вами стояли сотрудники, они обещали. И, вернее, звонили, и даже мы ему... А мы не идем туда, в этом ведутся. Не, 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 ничего никуда не буду носить. Это мне... Это не мое. Они новые, хорошие, пригодят. Здравствуйте. Мы вам расскажем. Здравствуйте. Мы уже соскучились. А, расскажем. Скорим, не видно вас, не слышно. Вот заехали. Это чьи? Это? Не знаю. Сказали ничьи. Ну, на данный момент пока наш. Ну, вы знаете, да? Мы нашли. То, что мы права не даем вам на то, чтобы вы соцсети укладывали в интернете. А, это мы уже давно знаем. А можете представить, пожалуйста? Да, конечно. Старший лейтенант полиции Тамассян Александр Эдуардович. Забыл бы что-то. Удостерение показать? Нет, не требуется. 23, 19, 11. Это ваша. Можно попросить в проезжую часть без стороночек? Да, конечно, конечно. Поздно здесь никто не... Роман, можешь проезжую часть чуть-чуть отодвинуть на бордюр? Мы можем помочь вам. Примите, пожалуйста, вот эти конусы. Как находку. Как находку? Ну, да. И расследование, соответственно, надо будет провести. Мы адрес дадим. У нас видео есть, где это выставлялось. Есть, значит, виновное лицо, кто выставлял. Можно туда, в принципе, проехать на место и разобраться. Сразу может и протокол составить. Все есть у нас, все зафиксировано. А вы сообщали? Мы подошли... Да, сообщали. Много раз. Мы 3,5 часа там ждали. Никто не приехал. Черноморская, 13 Г. Черноморская, Черноморская. Опять минут отсюда езды. И никто, так, к сожалению, не приехал. Даже к вашим коллегам сюда приезжали, вынуждены были приехать. Они звонили тоже. Мы ему по мобильному перезвонили еще раз. Дежурного часа вы сообщали, да? Конечно. Ну, много раз. По 102, 4 или 5 раз звонили. Вопрос такой. Никто не приехал. Часть УВД или полк? По 102. По 102. Я не знаю, где это принимают. Вот. Он сообщал, ваш коллега непосредственно. Ну, перед вами стояла машина. Здесь же. Так. Сейчас одно... Ничего. То есть, все прождали и никаких успехов. Но есть зафиксируем, кто выставлял. Потом подходим к ним, туда в ресторан. Они говорят, это не наше. Ну, все. Там директор был целый. Директор. На месте. Сейчас обниму. Хорошо. Ну, что-то понятно. Сейчас попытка. Так. Ну, что? Пять дежурных. Пять дежурных, говорю. Прикрыбовым. Какое здание за бабах? Какое красивое. Ну, да. Раньше был... То есть, прием. Кто-то выйдет или нет? Будет кто-то сегодня? Или не будет? Хоть кто-то. Домой! А? Одеваться помогай. А куда он идёт? Дош домой. 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 Да. Деньги бультируют быстрее. А вообще было... Так. Когда же дежурный придёт? Не поймёт. Придёт он вообще или нет? Столько, да. Может, напишем, да пойдём? Можно на секунду? Дайте нам, пожалуйста, ручку и бумагу. Мы изъявили желание вот здесь сейчас написать заявление, не ждать дежурного 4 часа, и мы пойдём. У нас ноги мокрые, мы замёрзли, можем заболеть сильно. Сейчас хорошо. Дайте листик бумаги и всё. Мы напишем данные, номера свои, всё оставим, с нами можно будет связаться. А так дежурного отвлекать я смысла не вижу и ждать его 4 часа. Я потом КУСП узнаю по номеру телефона, без вопросов. Мне не нужен КУСП в этот, корешок мне не нужен. Я по телефону узнаю. Это мне не требуется. Если бы не требовалось, я бы дождался. А так дежурного отвлекать. У него занятий, наверное, куча. Просто обычный лист бумаги А4. И там краткое сообщение. Объяснение я потом в случае чего дам. Видеозапись предоставлю. Это так делается. Да сколько ждать? Дежурный, блин. Не, ну замёрзли, ноги мокрые. За полицию работаем целый день. Ещё потом заявление 4 часа подавать. Ну что же так не делается? Надоело уже ждать. Старший дежурный сказал, ожидайте. Нет, дайте лист бумаги. Вы отказываетесь. Дайте мне лист бумаги и ручку. Я напишу. Вот у вас есть, вот. Заявление. Дайте мне вот этот план. Это старое заявление. Я на старом напишу. А чем регламентировано? То есть вы отказываетесь. Я сейчас поеду, значит, в Кур... Я их повезу, значит, в БУВД по Краснодарскому краю. Буду жалобу писать. Прокуратуру сейчас повезу. Дежурного прокурора буду вызванивать. Хорошо. Ну что, хорошо. Лист бумаги мне дайте. Я напишу заявление. Лист бумаги и ручку. Так, я вам там, я говорю, это старый лист бумаги. А4 у вас есть? На А4 не пишется. Я напишу. Я на каком угодно могу написать. Вы в курсе? Дайте мне лист бумаги. Ничего вы издеваетесь надо мной. Я замерз уже. Сами себе приключения создаете. Лист бумаги мне дайте. Лист бумаги и ручку. Хватит издеваться над гражданами. Хватит уже, хватит. Вы издеваетесь. Ручку мне дайте. Вы обязаны ручку предоставить. Ручку и бумагу дайте мне. Лист бумаги и ручку. Все. И я буду писать заявление. Вы о чем говорите? Старые у вас там, новые. У вас должны быть они здесь. Слушайте, время сами тянете. Для чего вы это делаете? Чтобы у вас тут блогеры подольше побыли. ППС-ка какая-то приехала. Это вообще издевательство какое-то, понимаешь? Просто издевательство. Так, вот сотрудники приехали на Бобики. Встали возле ДПС, да? К нам, да? Да. Ну, отлично. Если к нам, то отлично. Сейчас посмотрим, что будет происходить. Так, а тут, по-моему, нам ничего не дадут, да? Ни листка бумаги. Вообще ничего. Добрый день, молодец. Здравствуйте. УВД Центрального района. Как это нас осталось? Это ваше, да? Вы принесли сюда? Нет, а находка. А где вы нашли? А, значит, Черноморская, 13, где? Поступило заявление. Здравствуйте. Зарегистрировано КУСП. Здравствуйте. Здравствуйте. 93-68. Так. О краже, вот конусы. О краже? Да, и по приметам вы подходите под эти описания. Я вас попрошу проехать в отдел полиции с нами для разбирательства. Сейчас третьего человека дождемся, который с нами был. Нет, давайте вы сначала проедем. Так, а с нами, который был? Кто с вами был? Ну, человек третий. Кто с вами еще был? Человек третий был. Пока вот на двоих человек было ориентировано. Кто подожди, до этого пока их? Третьего мы дождемся. Ну, давайте проедем здесь с нами. Пожалуйста, выключите свой. Почему? Патрульному автомобилю запрещено снимать видеокамеру. Каким нормативным правом акта? Я задержан на данный момент? Сейчас, да. А протокол задержания есть? Сейчас мы все вам покажем. А, все покажете. Хорошо. А конусы, подождите. А предмет нарушения? Нет, изыматик будут сейчас приедут. Сейчас сюда группа приедет, изыматик. Просто как вы себе представите кражу и привезти в полицию? Сейчас сюда приедет группа, снимет отпечатки пальцев. Ваши отпечатки пальцев. Так мы же не отрицаем, что мы их взяли. Вы их взяли? При людях причем. Причем мы их искали хозяина. Зашли, значит, в эту гостиницу, пообщались с представителем, он назывался директором. Он сказал, это не наши. Мы спросили еще одного, не наши, не наши. Мы говорим, мы их отвезем в полицию и сдадим как на ход. Обратились к сотрудникам ДИБДД, которые сказали, мы смена ночная, не можем предоставить вам... Пожалуйста, в это лицо не снимайте. Хорошо, не можем вам предоставить, значит, лист бумаги, обращаясь сюда в воде. Мы, никакой кражи совершенно речить не можем. Мы принесли сюда, попросили лист бумаги, дежурного. То есть, понимаете, мы не с целью украсть, отвезти, продать или еще что-то. Привезли именно в полицию, в отдел полиции, который знает в городе Сочи. Поэтому о краже вопросов нет. Но как кража может быть? У нас есть ориентировка. Так, мы не скрываемся, мы сами пришли. Вы сами сюда пришли. С конусами. Есть зарегистрированный материал. Вопросов нет. Все, поэтому мы сюда приехали, и мы проедем по делу полиции. Для разбирательства. Хорошо, давайте проедем. Так, ну, ребята пошли сдавать конусы. Я немножко отошел. Сейчас объясню, что происходит. Да, надо объяснить, что происходило, ребят. Как только ты ушел, сотрудники полиции всячески начали тянуть время. Ну, в народе назвать гнать дурку. Стоит молодой этот, по званию кто, сержант, по-моему, да? Да, сержант. У него лежит кипос заявления совершенно нового образца, да? Это все у меня на камере зафиксировано. Начинает их перебирать и говорить, слушай, ну нету у меня, нету для тебя бумаги и листа. Это все старые заявления, как я тебе дам. Я уже перешел на повышенные тона, говорю, ты что издеваешься-то над нами? Четыре часа нам, чтобы тут ждать. Сколько вас на месте ждали? Четыре часа еще ждать, чтобы заявление написать. Я говорю, давай лес бумаги. Тут начали бегать ДПСники, ППСники, все бегать. Все говорят, ждите дежурного. Мы вам бумажку не дадим и так далее. Я уже начинаю что-то подозревать. Смотрю, подъезжает, ну, так называемый Бурлик, да? Воронок, как еще называется? Вышли сколько? Четыре сотрудника полиции. Три или четыре сотрудника полиции, да? Во главе с Саргином. И, в принципе, нас задержали, доставили в отдел полиции. И что там? Какое обвинение предъявляли? Нет? Что происходило? Нам говорили, что это 158-я судья Атланского кодекса. Нам говорили потом, что это уже мелкое хищение. Здесь, в отделе, нам уже сказали, ребята, да это простое может быть самоуправство. Да. И когда я... Мы находились на диване, да? На том самом, когда нас майор задержал... Легендарном. ...спредельщик. Да, легендарном диване. Я слышал своими ушами, как практически все сотрудники говорили, красавчики, пацаны. Потому что эти твари, которые ставят конусы, превратив предварительно из клумбы, да, парковку... Или из газона. ...из газона, да, парковку, и тут же захватывают, не имея на то никаких оснований. То есть и сотрудников полиции, дежурной части, это возмущает. Поэтому я считаю, что просто не могут они ничего сделать. Мне кажется, что я остановилась, найду мусорку. Но они нас поддерживают. Лазурь еще было бы обучение. Я никак не могу понять одного. Люди делают доброе дело. А в парке компромат на майора. То бишь, помогают ДПСникам, делают за них эту работу. Делают работу за администрацию, освобождают парковочные места для обычных людей, чтобы это не было блатом, чтобы это не было просто под конусами. По закону. Так как должно быть по закону. А их за это задерживают. И, грубо говоря, оформляют, пугают. Ну, это вот просто нереально. Я вообще честно не понимаю, как наше государство уважать и представителей законных властей уважать, если у нас почему-то все наоборот. Чем это объяснить? Сколько примерно это все длилось? С 21.00 примерно, да? С 9 до часу ночи, да? Да. Приблизительно. И хотел еще больше трех часов, да? Хотел еще напомнить, что, конечно, есть я, есть ты, да, которые, в принципе, имеют опыт в таких делах. Они неоднократно были задержаны беспредельщиками всякими по разным статьям нам вменяемым, 95% из которых впоследствии развалилось, да? Лишь некоторые еще не обжалованы. Еще не обжалованы. Там свидетель Арина Гургеновна отстаивала мои права, да, в свое время. Хочу напомнить, что среди нас есть человек, который является нашим подписчиком, нашим товарищем. Сколько лет ты не сталкивался с сотрудниками полиции? Лет 20. Лет 20, наверное. Это Роман Шаров, он не понаслышке знает, друзья, что это за деятельность. Он не понаслышке знает, с чем можно столкнуться. Самое интересное, он выдержал. Выдержал, знаете, я бы в этой ситуации, давайте мы все вместе, вы дистанционно пожвем руку Шарову Роману. Почему? Потому что... Да, молодец, Роман. Потому что вот эти стреляные орлы, стреляные орлы, понимаете, а здесь через 20 лет он так достойно себя вел. Он не испугался, он отставил свои права. Он даже обнаружил в протоколе о доставлении, что там вписаны понятые, два человека, которых он даже не видал в глаза. То есть, про мгрово, ты просто супер, ты лучше нас какой-то стей. Мы стреляные, а ты не стреляные, а отстоял. А еще есть ролики с отделом полиции, где нам угрожали, что если мы этот ролик выставим в интернет, то нас засудят. На ролик мы все равно сняли, как всегда. Так, в итоге, по-моему, было написано заявление по поводу привлечения к ответственности вот этих охранников, парковщиков, которые конусы выставляют, да? Да, вот его, где мою... Как это отель называется, ресторан? Значит... Сан-Ремо, да. На берегу Черного моря. Я считаю, что, я извиняюсь, поэтому Сан-Ремо надо написать максимальное количество жалоб. Максимально с этим Сан-Ремо поработать. Номер, номер... Да, обязательно. Подожди, сейчас светит. 32-28 КУСП. КУСП-32, ага. Или 78, или 28, понятно. Ну, ладно, неважно. 7... 78. Ну, ладно. Ну, понятно. Ладно, все, хорошо, молодцы. Конусы где сейчас? Конусы дежурной части. Все-таки сдали. Ребята, ребята, мы пришли с ними. Самое главное, знаете, что интересно? Стало интересно. Никто не хотел... Подождите, самое главное интересно, что до последнего добивались как бы запутать наших ребят. Шарова. Ну, Андрею стало плохо, он лежал на деревне. Я уснул потом, впоследствии, я просто заболел. Дело в том, что пришли, уже нас на Мацесту привезли, вот их ребят, мы сюда приехали. И, значит, пришла по сотрудник полиции, смотрят эти находки, конусы, которые ребята их положили. И такую фразу. Проедемте, значит, ребятам на мусорку, где были выкинуты остальные конусы. Я говорю, стоп, подождите. Что это вы будете по мусоркам? А может, вообще вы ничего не выкидывали? Кому надо, пусть и ищут. Сами, сами расследуйте. Потому что, подождите, а что, владелец появился? Вот, это вообще интересно. Владелец появился? А почему тогда его там не было? Да, и так что? И я говорю, никуда мы не едем, вот находка есть и работайте. И второе, я через Ирину Гургену сразу передал все флешки, все, что было ценно, телефон с записями со всего отдела. Да, осталось передал все флешки, а также хочу сказать, что поступил в этот раз умнее. Когда мне сообщили, что нужно будет ждать больше часа, я, ну, так как ты сам, потому что мы все промокли, замерзли. Изначально в багажнике еще там нас везли, этого УАЗика. Потом после замечания нас везли назад, когда мы уже... Ну, как будто задержаны. Да, мы сказали уже, это что такое, везите нас в салоне, это вы можете везти в багажнике, тогда уже повезли в салоне. И я решил эту возможность использовать, в конце уже просто уснул. Отдохнул немного, немножко восстановился, так что если бы сейчас не было бы температуры, можно было бы поехать на Сан-Рэм и проверить, есть ли там конусы. А если есть, изъять эти конусы. Завтра проверим. А их завтра вы везете? Завтра проверим и изыми мы привезем. Обязательно, поедем и изыми.